Можно ли требовать оплаты газа и света, зарегистрированных в комнате лица? Давайте рассмотрим ситуацию. Допустим, вы являетесь единственным собственником комнаты в коммунальной квартире. И вместе с вами там прописан еще один человек, проживающий на законных основаниях. Законно ли будет с вашей стороны требовать с этого гражданина, зарегистрированного, оплаты электричества и газа наравне с вами, коммунальных и некоммунальных услуг? С вами, как всегда, будет юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Поехали! Первое. Если вы не являетесь кроманными родственниками, то при отказе от уплаты части платежа вы, как собственник, можете выписать несговорчивого сожителя. Если являетесь, то, скорее всего, не сможете. Конечно же, вопрос можно решить в суде, но я советую договориться верным путем. Второе. Вы имеете полное право требовать с человека, который зарегистрирован в вашей жилплощади, разделить с вами бремя оплаты услуг ЖКХ. В правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, это пункт правил 354, сказано, что потребителями коммунальных услуг, кроме собственника помещения в многоквартирном доме, признается лицо, которое пользуется помещением в этом МКД на ином законном основании и потребляют коммунальные услуги. В данном случае официальную регистрацию можно считать таким основанием. А если он потребляет услуги, значит, в соответствии с пунктом 34 того же правила обязан своевременно и в полном объеме их оплачивать. Если в вашей комнате стоит учет прибора потребления электроэнергии, то расчет осуществляется, исходя из показаний комнатного прибора учета и достигнутого соглашения между всеми потребителями в коммунальной квартире. И это тоже сказано в постановлении 354, пункт 50. Но вообще с этим вопросом вам лучше обратиться в управляющую компанию или организацию, которая обслуживает ваш дом. Третье. Вы вправе разделить такие платы между всеми собственниками и лицами, зарегистрированными в жилом помещении. Это касается в том числе электричества и газа. В этом случае необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об определении порядка и размера участия в оплате жилого помещения и коммунальных услуг и выдаче отдельного платежного документа. В судебном порядке будет разделен лицевой счет на оплату коммунальных услуг и установлены расчеты в зависимости от количества лиц, являющихся потребителями услуг. После того, как будет получено решение суда, необходимо будет подать заявление и предоставить это решение управляющую организацию. Поставщикам электроэнергии и газоснабжения. Решение суда будет основанием для раздела всех платежей. Кроме того, вместе с заявленными требованиями об определении порядка и размера участия в оплате жилого помещения и у коммунальных услуг, дополнительно можно заявить требования о взыскании ранее уплаченных вами денежных средств за газ и электричество зарегистрированного гражданина в пределах срока исковой давности – 3 года, как мы знаем. Главное – предоставить подлинники квитанции или выписки из банковского счета об оплате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова